В этом выпуске Андрей Белоусов, новый преемник Владимира Путина. Министр обороны обсудил с министром цифрового развития Максутом Шадаевым реализацию модели бездокументационного подтверждения льгот для участников специальной военной операции. Надо прекратить это свинство, недовольство военного врача условиями для солдат на фронте. Политика, которую ведет сейчас Андрей Белоусов, выглядит как луч света в темном царстве. Уже в кулуарах идут восторженные разговоры о том, что давненько не было такого детального разбора текущих дел в России. Андрей Белоусов проявляет невероятную решимость в своих действиях и стремится навести порядок, установить справедливость и честность во главу угла. В преддверии предстоящих выборов президента страны в СМИ и политическом поле возникали различные имена, должности и прогнозы. Однако реальность оказалась ожидаемой, Владимир Путин остался на посту, иного не дано. Это напоминало предыдущие выборы 2018 года, когда чаще всего упоминались Дмитрий Медведев, Сергей Собянин и Алексей Дюмин. На этот раз список претендентов увеличился до семи человек, включая Сергея Шойгу, Михаила Мишустина, Сергея Нарышкина и Андрея Белоусова. Вопрос следующих выборов президента через шесть лет заставил задуматься о том, кто может стать преемником Путина, когда ему будет уже 78 лет. Несмотря на возраст, мы видим, как в демократических странах схлестнулись 81-летний Джо Байден и 77-летний Дональд Трамп. В последнем послании Федеральному собранию в 2024 году Владимир Путин подчеркнул необходимость формирования новой российской элиты, основанной на участниках СВО. Среди окружения и предполагаемых претендентов необходимо выделить Алексея Дюмина и Андрея Белоусова. Они полностью соответствуют критериям будущего президента, таким как надежность, проверенность, суверенитет страны и христианские и славянские ценности. Алексей Дюмин – потомственный военный, известный герой России, который возглавлял силы специальных операций России в 2014 году, когда произошли события по возвращению Крым под юрисдикцию России. Кроме военной тематики, Алексей Дюмин также имеет опыт в государственном управлении, будучи губернатором Тульской области с 2016 по 2024 год. Андрей Белоусов, назначенный министром обороны в 2024 году, был полной неожиданностью для многих. Однако Владимир Путин – мастер нестандартных кадровых назначений, и Андрей Белоусов был оценен как оправданный выбор, нежелательный для американской политики. Андрею Белоусову в 2030 году будет 71 год, что вполне возможно для взятия главной карьерной высоты. Он также имеет опыт работы в правительстве, будучи помощником президента Владимира Путина с 2013 по 2020 год. Американская газета «Американ-консерватив» считает, что Андрей Белоусов может стать преемником Владимира Путина, но, возможно, кандидатура преемника Путина на президентском посту окажется совершенно неожиданной. Конечно, в деятельности Белоусова превалирует гражданская позиция, в вочину Валерия Герасимова он не так активно вмешивается, да и понятно почему, но все-таки, согласно последним новостям, Андрей Ремович абсолютно не забывает непосредственно о военных. Одно из последних его ярких деяний – это строгий контроль за соблюдением сроков строительства жилья и других социальных объектов, инфраструктуры для тех, кто сейчас работает по контракту в зоне специальной военной операции. Бардак, конечно же, там случился масштабный. Люди по закону годами не получали ни жилье, ни нужную и положенную медицинскую помощь. Сейчас Белоусов в очень жесткой форме пообщался с подрядчиками и, не выбирая выражений, пригрозил уголовной ответственностью. Теперь министр обороны решил напрямую в очередной раз обратиться к Владимиру Путину с целью улучшения условий для мобилизованных. Министр обороны Андрей Белоусов предложил президенту Владимиру Путину обеспечить амбулаторное лечение и медуслуги для участников спецоперации на Украине в гражданских больницах по месту проведения отпуска. В четырех новых регионах, где нет военно-медицинских организаций Минобороны и у военнослужащих нет страхового полиса, ОМС, Минобороны и Минздрав совместно разрабатывают законодательную базу для решения этих проблем. Заместитель министра обороны Анна Цивилёва ранее заявила, что её ведомства совместно с Минздравом работают над изменениями правил, чтобы разрешить военным обращаться в поликлиники по месту жительства. Это позволит военным получать необходимые медицинские услуги, несмотря на то, что на сегодня они не имеют права обслуживаться в гражданских медицинских учреждениях. По словам Цивилёвой, после участия в СВО военные будут проходить расширенную диспансеризацию, чтобы выявить все скрытые заболевания и вылечить травмы. Многие из них после боевых действий имеют проблемы со слухом, могут проявиться скрытые контузии, повышенный риск инфарктов и инсультов, а также нарушение кровообращения. Инициатива Белоусова была оценена как «очень важное предложение», которое поможет большому количеству военнослужащих и членам их семей получить качественные медицинские услуги. Эксперт Олег Иванников отметил, что гражданские медицинские и лечебные учреждения часто обладают лучшей инфраструктурой, чем госпиталями на обороне, и что это позволит осуществить качественный подход к лечению и реабилитации военнослужащих. Путин ранее отмечал, что в зоне СВО находится около 700 тысяч военных, и что средний возраст командующих округами и группировками – 56 лет, командующих армией – 50 лет, командующих дивизией – 46 лет. Он обещал в целом наладить систему отпусков для участников СВО и заверил, что это будет сделано правильно. На самом деле Андрей Белоусов очень многое уже старается сделать для военных, улучшить не только их условия труда, но и жизненные. Многие процедуры упрощает, потому что Министерство обороны за последние годы погрязло в бумажной волоките. Он обсудил с министром цифрового развития Максутом Шадаевым реализацию модели бездокументационного подтверждения льгот для участников специальной военной операции. Сообщается, что Белоусов подчеркнул необходимость упрощения процесса оформления документов для получения льгот и мер социальной поддержки, а также автоматизации этого процесса. В ходе совещания Белоусов и Шадаев также обсудили алгоритм выдачи справок и утвердили целевую модель получения документов в цифровом формате. Ранее сообщалось, что участников специальной военной операции на Украине предлагают освободить от оплаты за посещение театров, музеев и других учреждений культуры. На данный момент на федеральном уровне нет единой государственной программы бесплатного посещения ветеранами культурных мероприятий, а существуют только отдельные инициативы банков и регионов. Первый заместитель главы Комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова также выступала с подобными инициативами. Юрий Евич, военный врач, выразил свое недовольство текущими условиями для мобилизованных, особенно с учетом того, что новый глава Министерства обороны Андрей Белоусов взял на себя эту должность. Евич надеется, что мнения людей будут учтены, иначе, как он предупреждает, есть высокий риск поражения на фронте. Юрий обращает внимание на проблему, связанную с недостаточным признанием людей, получивших серьезные ранения и ставших инвалидами в результате боевых действий. Он указывает на то, что военные комиссариаты игнорируют различные добровольческие военные формирования и отказывают им в выдаче удостоверений участников боевых действий и соответствующих льгот. Юрий подчеркивает, что пренебрежение со стороны военных комиссариатов может иметь серьезные последствия для государственности. Он также предлагает отправить некоторых зажравшихся военных комиссаров на передовую или дать им по башке, чтобы прекратить это свинство. Юрий напоминает, что во время войны страна стоит на солдате, и если пренебрегать их жизнями, то это грозит гибелью России. Он утверждает, что никакие генералы не смогут дать победу стране, если нет надежной основы из обычных бойцов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok